Здравствуйте, меня зовут Ольга Воронова и вы на канале 7 дач. Сегодня мы поговорим об очень интересной теме. Называется она прививка плодовых деревьев, только не та прививка, которая прутиками, не прививка сорта, а прививка, не удивляйтесь, от болезней. Ну, про манилиоз на вишнях, на черешнях, наверное, все знают, все от него страдают, все видели. А еще одна такая из новинок заболевания груши, так называемая ржавчина. Она есть у того, у кого есть можжевельники, или есть у того, у кого их нет, но есть они у соседа. Ржавчина это такое заболевание, при котором вот на листьях такие ржавые пятна возникают. Действительно, как будто бы вот ржавчина на металле. А к осени, если перевернешь листок, то там вот эти, пожалуйста, плодовые тела грибов присутствуют. Вот это жуткое заболевание лишает полностью груш, а то и грушевых деревьев, потому что груш-то есть невозможно, они сгнивают, но корни еще маленькие. А дерево из-за этой ржавчины, оно морозостойкость сильно снижается. Если это не какая-нибудь бронебойная груша, а какая-нибудь вкусная, например, мраморная сорт, то она просто-напросто вымерзнет, не исключено, что и на пень. Вот такая коварная болезнь. Но на яблоне, как известно, парша, она бывает и на яблоках, и на листьях. Немножко такое коричневое на листьях, но оно, конечно, бывает прям все листья в такие, как воспины коричневатые, как сухие такие пятна, но у меня вот тут мало. Но тем не менее, парша и на плодах, она и на листьях одно и то же. Если это ягодные кустарники, то всякие будут пермоспорозы, антрактозы и т.д. Вот, их я как раз не прививаю, я больше плодовые деревья. Но видно, вот эта вся инфекция, она всеместна, потому что грибы, мне кажется, они скоро мир захватят. В общем, вот эти вот больные листья как раз, они нужны, нужны для этого метода. Я их сейчас просто обрываю. Именно вот, значит, если я хочу грушу, то я грушевые болезни собираю. Я вот именно такие листья ищу, где вот это есть. Под яблоней, под грушей, под вишней валяются эти самые больные листья, которые очень поражены инфекцией. А дальше я их во что-то собираю, сгореваю, ведерко, тазик и иду непосредственно под саму грушу, под яблоню, под вишню, где расположен поиствольный круг. В классическом сельском хозяйстве, вот вообще сельскохозяйственной науке, существует непореложное правило. Все больные растительные остатки нужно обязательно сразу же из сада вон удалять. И более того, не просто удалять и куда-то их там, а сжигать, чтобы уничтожить инфекцию. Так вот я отхожу от этого правила. Я больше восточной психологии здесь и философии склоняюсь. Я не удаляю их, большую часть, по крайней мере, и не сжигаю. Я вот эту вот болезнь кладу и на где-то сантиметров пять в землю. Вот этим деревом, кто подвержен этой инфекции, я прикапываю. И так делаю по всему приствольному кругу. Не поливаю. Дожди осенние польют. Объясню, в чем суть этой прививки. А в том, что корни дерева, ну как бы знакомятся с этой инфекцией. Она уже не летит в воздух. Ну, собственно, по воздуху распространяется. В воздухе она не летит. Но дерево получает информацию об этой болезни и вырабатывает против нее иммунитет, который работает в следующем году. Да, наука, может быть, еще не сделала такого вывода. Но я вам могу сказать одно. С тех пор, когда я стала делать это, заимствовала из восточного садоводства, У меня эти болезни, ну, по минимуму, минимуму, ни на что это не влияет. Я сейчас вам показывала грушу. Чуть-чуть. Мне даже сложно нащипать вот таких листьев. А было дело, что даже погибла целая груша. И с яблоками точно так же. Я замучилась их обрабатывать. Деревья, как бы, самообучаемые. Они разумны. Наверное, в живой природе, представьте, без человека, если бы деревья не самообучались, Наверное, бы уже конец миру прошел. Наверное, бы уже все погибло. Однако нет. Природные механизмы выживания, они работают. И поэтому появивка здесь, как у человека, болезнь лечит саму болезнь. И вот так я появиваю свои деревья, вопреки устоявшимся правилу, что уносить и сжигать. Но тут, безусловно, возможно, я в чем-то шокирую. Возможно, это идет в разрез со всем существующим. Но это работает. И наверняка, наверняка объяснение как раз такое, которое я сейчас сказала. Они разумны и понимают, учатся и вырабатывают какие-то антитела против вот этой гайбной заразы. Не дают гайбам себя победить. Ну вот, под грушу я закопала. А теперь я возьму листья с паршой и понесу закапывать под яблоню. Ну а под яблоню я закопаю болезнь паршукой, чтобы она никогда больше здесь и не появлялась. В садоводстве есть разные методы. Есть сенсации неработающие. Например, как типа перекись водорода решит все ваши проблемы. Да, сейчас решит. А есть и вот такие методы, как вот моя прививка. Я всегда все проверяю на деле. И могу сказать так. Вот это работает. И без всякой перекиси водорода. Ну вот и все. С вами была Ольга Воронова. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал 7дач. Задавайте вопросы в комментариях. Субтитры сделал DimaTorzok